Девушки отдыхают В перспективе месяца Нам больше не обещают Очень низких температур В ближайшие дни Вполне себе комфортная температура Вполне себе комфортная Минус 20 дуба Минус 7, минус 6, минус 8 И холодов вплоть до 1 февраля Таких вот очень уж низких температур Нам не обещают Ну вот я тебе знаешь так скажу Вот вчера погода была Когда якобы потеплело И позавчера И позавчера когда был мороз Вот я подумала что лучше бы 30 раз Такой мороз как позавчера По улице сходила чем вот как вчера погода была Ужасный ветер Прониживающий ветер Все просто он же Я думала у меня параллельный портал какой-то Забросит этим скоростью ветра Давай жить с сегодняшним днем Сегодня вполне себе хорошо И не знаю стоит ли сейчас беспокоиться о том Что у нас снова пойдет в рост статистика По заболеваемости Так называемыми простудными недугами Да Грипп, ОРВИ, коронавирус Это ведь эти явления Они никуда не делись Они присутствуют в нашей жизни Наблюдалось некоторое снижение По данным Роспотребнадзора Как раз таки на новогодних праздниках Ну потому что все коллективы Которые традиционно дают Рост этой статистики Были разобщены Что называется Школьные классы Школьные классы Детские сады Рабочие коллективы И соответственно Был некоторый спад Вот узнаем Ожидается ли сейчас снова подъем Да, накануне Нового года Мы общались Накануне Нового года Мы общались И говорили о росте Как раз таки заболеваемости И тогда Приводилась статистика О том, что у нас порядка сотни классов Были закрыты на карантин Даже больше, по-моему В областном центре Ну вот будем сейчас приветствовать специалиста И выясним всю ситуацию Любовь Басаргина С нами на связи Начальник отдела Эпидемнадзора Управления Роспотребнадзора По Кировской области Любовь Александровна Добрый день Добрый день Да, здравствуйте Спасибо, что согласились С нами пообщаться Нам хотелось бы Выяснить Текущую актуальную Ситуацию Актуальные цифры На сегодняшний день Как у нас сейчас В областном центре В первую очередь Обстоят дела С заболеваемостью Гриппом Острыми Острыми респираторными Вирусными инфекциями Коронавирус Тоже хотелось бы затронуть Насколько отличается Ситуация От той, что была До Нового года До новогодних каникул Расскажите, пожалуйста Ну, ситуация Конечно, у нас Как по острым Респираторным Вирусными инфекциями В целом Так и по Гриппу Остается напряженным Так, например По итогам Первой недели Этого года 23-го года Несмотря на то Что мы видели Снижение заболеваемости По сравнению С предшествующей неделей Эпидпорог у нас По заболеваемости Все-таки превышен Превышен он Как в целом По области На 27% Так и по областному Центру На 20,6% Хотелось бы Обратить внимание Что у нас Снижение заболеваемости На первой неделе Она никак не связана С тем, что люди Стали меньше болеть У нас Как обычно Во время праздников Новогодних каникул Люди просто меньше Обращаются В медицинские организации Все лечатся По принципу Больничный мнение Нужен У меня праздники Поэтому буду лечиться сам Соответственно Ниже обращаемость В медицинские учреждения Мы видим Снижение Официальной заболеваемости То есть официальной статистики Поскольку статистика У нас собирается На основании Тех данных Которые подаются нам Лечебными учреждениями То есть на основании Как установленных случаев То есть определенная часть Просто не пошла В медучреждения И поэтому Это в статистику Не попало Да Да, конечно Ну и соответственно После новогодних праздников Когда мы с вами Хорошо отдохнули Обменялись подарками Сходили в гости Обменялись вирусами Через неделю обычно Мы начинаем видеть Достаточно серьезный Подъем заболеваемости И пик заболеваемости Гриппом У нас Обычно приходится На конец января На февраль месяц То есть все у нас С вами еще впереди Конечно хотелось бы отметить Что у нас Новогодние праздники И дети были на каникулах То есть было разобщение Образительных учреждений Что конечно тоже Сказалось на снижение Заболеваемости Именно среди детского населения Вот прошу прощения Любовь Александровна Пик вы говорите Придется конец января Начало февраля Если судить Я не знаю По прошлогодним Многолетним Каким-то средним показателям Насколько примерно Эпид порог Бывает превышен В этот отрезок И может быть Есть какие-то ожидания Какое он будет В этом году Ну Пока трудно Об этом говорить Поскольку У нас Два года 21-20 год Скажем так Они были Нетипичные Для нас У нас с вами Проводились Достаточно активные Ограничительные мероприятия Как по всей Российской Федерации Так и в Кирове Конечно Это сказывалось У нас в том числе И на заболеваемости Учитывая то Что Вот эти два года У нас конечно И Скажем так Было Меньше Мы встречались С другими вирусами Поэтому Достаточно тяжело На данный момент Сказать Насколько Будет превышена Заболеваемость В феврале Но вот Если посмотреть По декабрю Этого года И по декабрю 21-го года То у нас Например По острым Респираторным Вирусным инфекциям Показатель Заболеваемости За декабрь Этого года Превысил Показатель Заболеваемости За декабрь Прошлого года Примерно На 12% По гриппу У нас Показатель Заболеваемости За декабрь Превысил Показатели Декабря Прошлого года Примерно На 10% Причем Хотелось бы Обратить внимание Что на данный момент Мы наблюдаем Не только Увеличение Количества Случаев Острых Респираторных Инфекций Которые регистрируется, но и на фоне того, что очень часто не своевременно граждане обращаются за медицинской помощью, мы видим, как последствия этого и рост вне больничных пневмоний. А насколько вообще влияет на картину этого роста в этом году и распространение именно свиного гриппа? Конечно, влияет, поскольку мы давно уже с этим штаммом не сталкивались. Штамм достаточно патогенный. Он у нас, мы с ним в 2009 году сталкивались, мы, наверное, все помним, да, ту ситуацию, как тяжело болели и насколько тяжело протекало и заболевание. Мы сталкивались с ним и в 2016-2017 году тоже была достаточно высокая заболеваемость. Мы этот штамм не видели в прошлом году на территории области, когда проводили серомониторинг, то есть мы его не выявляли, соответственно, иммунная прослойка ниже данному штамму и болеем мы чаще. А люди, кто вот, например, в декабре переболел, какова вероятность, что они и в пик вот этой эпидемии снова заболеют? Здесь, наверное, все-таки больше вопрос к лечебной сети, но давайте помните о том, что у нас помимо гриппа основной, скажем так, удельный вес заболеваемости приходят на другие вирусы респираторных инфекций, которые точно так же у нас астериновирусы, и РС-вирусы, и парагриппы, аденовирусы, они у нас циркулируют, циркулируют активно, и достаточно тоже в этом году они себя ведут, скажем так, серьезно. А вот если сейчас структуру рассмотреть, заболеваемости, что все-таки в первую очередь, как, что превалирует? Это все-таки ОРВИ, да? Не гриппозные или? Нет, но, конечно, превалирует у нас ОРВИ на данный момент. И, как бы, это понятно, поскольку вирусов, которые вызывают респираторные инфекции, их больше, более 200. То есть, большая разновидность, соответственно, большая заболеваемость. И все-таки от гриппа у нас привито более 46% населения области, то есть, иммунная прослойка у нас имеется, а от ОРВИ у нас не прививаются, потому что, конечно, болеют больше респираторными вирусными инфекциями. Если говорить о коронавирусе сейчас, как ситуация обстоит именно с этим заболеванием? Заболеваемость у нас регистрируется. Мы точно так же видим по итогам первой недели этого года снижение. Уровень заболеваемости тоже связана именно с тем, что люди стали в праздники меньше обращались за медицинской помощью. Штамм у нас на территории области не поменялся. У нас точно так же омикрон БИИ-4, БИИ-5, который у нас с начала лета, скажем так, задает темп заболеваемости именно этой инфекции. Но вот сейчас уже появляются сообщения о том, что какие-то новые уже разновидности, подразновидности коронавируса уже циркулируют в других странах. Не знаю, сложно, наверное, сейчас предполагается загадывать, стоит ли нам опасаться его здесь. Ну, от завоза мы никто не гарантирован, поскольку мы с вами не изолированы. У нас граждане выезжают и в другие регионы, и за пределы страны, точно так же из других регионов возможен завоз новых штаммов. Поэтому исключить приход к нам нового штамма подразновидности коронавируса инфекции мы, конечно, не можем. В преддверии ожидаемого пика эпидемии что можно посоветовать людям, есть ли возможность вообще этого избежать или просто уже расслабиться и ждать, когда заболеешь? Всем нам посоветовать, потому что все мы не застрахованы. Конечно, не нужно расслабляться и пускать самотек. У нас есть достаточно эффективные меры профилактики, которые необходимо соблюдать в сезон. Это правило личной гигиены. Наши с вами о чем мы постоянно говорим. Во-первых, это постоянно нужно мыть руки. Если вы от кого-то пришли с улицы из каких-то общественных мест, руки надо сразу мыть, надо руки мыть по-хорошему и с мылом. В том случае, если руки не можете помыть, необходимо руки обрабатывать либо антисептиками, либо иметь при себе салфетки спиртовые, которыми нужно руки протирать, поскольку очень часто мы можем занести именно вирус на наши слизистые через руки, то есть соприкасаясь с зараженными поверхностями. и, соответственно, это использование масок в общественных местах. Если мы с вами идем в лечебное учреждение, и априори могут быть больные люди, наверное, маску нужно одеть, так, чтобы она закрывала нож, чтобы вирус, снизить риски именно вдыхания вируса. Если мы с вами едем в переполненном автобусе, где мы бок о бок, достаточно длительное время находимся с нашими согражданами, и где тоже может быть очень большого количества больных людей, тоже маску стоит одеть. После того, как использовали, снимите ее и выбросьте. И надо эту маску, скажем так, использовать одну, две, три недели, как и некоторые делают. Знаете, прямо они махровенькие становятся, красивые. Ну и стараться минимизировать пребывание в общественных местах. То есть, чем реже мы в этот период посещаем общественные места, какие-то компании крупные, тем меньше у нас риски с вами заболеть. А, кстати, прививаться от того же гриппа сейчас уже поздно. Вообще, есть такая сейчас возможность пойти и прививку именно от гриппа сделать? Сейчас уже не целесообразно прививаться от гриппа, поскольку прививка от гриппа, она именно предназначена для того, чтобы подготовить наш организм к сезону. И это необходимо делать до начала скажем так, роста, активного роста заболеваемости. Поэтому мы всегда говорим, что лучше прививку делать с сентября по ноябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться. В среднем это до двух недель. А если у человека, например, плохая иммунная система, это пожилые люди, дети, здесь иммунитет может формироваться до четырех недель. сейчас уже он просто не успеет сформироваться на с вами иммунитет. А прием каких-то, не знаю, иммуноповышающих препаратов, он сейчас эффективен? В середине зимы можно этим заниматься, если человек желает? Ему нельзя, конечно, этим можно заниматься, но необходимо помнить, что прием любых лекарственных препаратов необходимо только после консультации с медицинским свободником. Потому что если мы с вами принимаем препараты сами, в зависимости от того, что нам рекламируют по телевидению, мы можем не то, что как... это может просто быть в самом лучшем случае неэффективно, а в худшем случае мы можем с вами нанести в том числе и вред нашему организму. Многие же прибегают, например, не к каким-то фабричным препаратам, а к народным средствам. К киндер-сюрпризам? К чесночку в киндер-сюрпризах? Не знаю, чеснок, травяные чаи, мед, в общем, все, что содержит повышенное содержание того же витамина С и так далее. Аксалиновая мать в нос. Народные средства, это народные средства, их никто не отменял, их никто не запрещал. Я думаю, от того, что мы с вами попьем, например, чай, который там с ромашкой, с шиповником или покушаем, например, вечером с тарелкой супа лука сурового с кушаем, хуже от этого явно не будет. Спасибо большое за этот комментарий, да, надеемся все-таки, да, что получатся нам эти цифры, размах грядущего повышения все-таки удержать под контролем. Здоровья еще раз всем нам пожелаем. Любовь Басаргина с нами была на связи, начальник отдела эпидемнодзора управления Роспотребнодзора по Кировской области. Любовь Александровна, спасибо вам. Про лук сейчас, да, спасибо большое, про лук сейчас вспомнили. Мой старший сын, он категорически против этого овоща. Я его понимаю. А младший категорически за. И вот знаешь, когда они садятся за обеденный стол вдвоем, я предлагаю ребят, может, по лучку, соответственно, старший кривица, да, вплоть до того, что может убежать из-за стола. Ну, вот у нас тоже, да, бабушка верит в вот эту всемогущую, я не знаю, силу лука. И каждый раз, когда начинается вот эта вот эпидемия, она расставляет по квартире блюдечки вот с этим нарезанным луком. Ну, говорят, что у тебя это хорошо, все равно вот этот запах. Раздражает слизистую, разве что. Раздражает. То есть, ничего не убивает там никакие микробы, то он в воздухе, на поверхности. Что он может убить? Ну, многие считают, что он помогает справиться с этими плохими микробыми. Запах лука может убить, только комфортное нахождение в помещении, как мне кажется. Но при этом, вот смотрю я, коллеги наши пишут, но, правда, не этого года материал, к сожалению. Почти пятый, каждый пятый житель России предпочитает обходиться без лекарств во время простуды. Люди предпочитают лечиться чаем с малиной и куриным бульоном. При этом 13%, 13% это много, очень много, лечат простуду антибиотиками. Простуду антибиотиками? Простуду антибиотиками. Вот откуда у нас повышается, в том числе. Вот это вот невоспринимание. Да, да, да. Чувствительность к антибиотикам. Вот так вот. Ну, то есть, мне кажется, это прям какое-то огромное число людей. Мы продолжим сейчас говорить о теме уже минувших холодов. Но все-таки мы понимаем, что зима-то продолжается, да, и морозы могут вернуться, и морозы достаточно такие жестокие. И для нас, наверное, было открытием, что поисковый отряд Лиза-Алерт в нашем регионе, который работает, он тоже в связи с морозами такой усиленный режим работы перешел. И в чем заключается суть этой деятельности, мы сейчас как раз пообщаемся. Александр Яговкин нам об этом расскажет, региональный представитель поискового отряда Лиза-Алерт в Кировской области. Александра, добрый день. Добрый день. Да, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сегодня говорим о здоровье, так или иначе, да. Скажите, пожалуйста, в чем особенности работы Лиза-Алерт в зимний период заключаются, и вот ваши основные задачи в эти морозные дни, которые недавно были, в чем они заключались? Поведайте, пожалуйста. Ну, смотрите, если мы говорим просто о работе в зимний период, то здесь, конечно, важна оперативность. Если человек, тем более, находится в природной среде или где-то он дезориентирован в городе, особенно если это ночное время, рядом никого нет, то здесь важно оперативно выехать и начать искать, ну, и заявку подавать. И для профилактики, чтобы таких случаев было меньше, чтобы сопавших было меньше, мы организовываем уже который год, примерно 3-4, такое мероприятие, как ночной патруль. То есть наши волонтеры, на своих личных автомобилях, выезжают обычно после 10-11 вечера, когда экстремальные морозы особенно наступают, если здесь было минус 30 и ниже. Александр, простите, есть какое-то прямо значение вот на термометре? То есть, минус 30, все, надо ехать. Ну, минус 30, мы, конечно, поедем, тут вопросов нет. Если температура выше, там, минус 25, например, то мы стараемся выехать. Остальное время по возможности, потому что здесь понятно, что минус 30 надо сразу оперативно реактировать, потому что полчаса проведено в снегу и все. Человек может именно... Ну да, там переохлаждение и все. Температура повыше, там попроще, да, и людей все-таки на улицах больше бывает. Насколько часто люди вообще в такие морозы готовы куда-то срываться, ехать? Если говорить о волонтерах непосредственно, да? Ну, достаточно активно. Вот в эту зиму у нас были дни, когда и 8 экипажей выезжало, и не только в Кирове, но также у нас эту акцию подхватили и в Советске, и в Ярских Полянах, и в Кирово-Чепетске, то есть там, где есть наши волонтеры, они тоже подсоединяются к акции, в общем-то, и тоже унеслись свои успехи, и несколько выездов они провели, ну, можно сказать, спасая людей, которых нашли вот в эту зимнюю ночь. Ну, тут существует некая инструкция, да, по работе. Какие-то особенности, да, вот именно в морозы. Да, или просто тут все на каких-то общечеловеческих, общепонятных таких, то есть едем, наблюдаем, кто, как идет, куда идет. Ну, со временем уже вырабатывается, имеете, наверное, такой наметанный глаз, и мы понимаем, уверенно ли идет человек, да, там, по возрасту оценим, по походке, потому что у него с собой. То есть, если это пожилой человек, это мы однозначно останавливаемся и страшим. Если это ребенок-подросток, то тоже вообще никаких вопросов нет, мы обязательно остановимся. Если это взрослый с ребенком, ну, вот бывают ситуации, когда по какой-то причине они поздно в такие морозы куда-то идут. То есть, тут мы стараемся сразу остановиться, подвести, там, оказать помощь. Бывает такое, что идет, допустим, взрослый человек, мужчина, там, с среднего возраста, например, и тут надо понять, может быть, он просто вышел в соседний магазин, например, да, круглосуточный, может быть, он гуляет, может быть, еще какие-то обстоятельства. То есть, мы стараемся оценить, насколько он уверенно идет, там, не заплетающаяся у него походка, там, что он в руках. Мы понимаем, о чем вы говорите. Я просто представила ситуацию, вот, например, и вышел ты ночью в круглосуточный магазин в здравом, умеет резвой памяти, а кто-то, да, пытается оценить, а ты вообще нормально идешь или нет. Это хорошо. Нет, в смысле, я к тому, что я испугалась бы, наверное, если бы какая-то машина ехала рядом со мной и несколько человек пристально ко мне приглядывались. Мы стараемся формировать экипажи обязательно, чтобы были и мужчины, и женщины. То есть, понятно, что если мы встречаем там легко одетую девушку, ну, тоже, знаете, бывает там, неудачное свидание, например, и она идет у нас, мы тоже, конечно, тут у нас общаются девчонки обычно, они выходят, представляются обязательно, объясняют, что мы делаем, спрашивают, нужна ли помощь. И если видно, бывает иногда, что человек боится садиться в машину, это правильно, потому что мы сами рекомендуем не сидеть в машину. Ну, конечно, к незнакомым людям, да. Да, мы рекомендуем, что вы можете сфотографировать номер машины и послать родственникам, там, родным, сказать, что мы вас подвезли, и пока мы вас ведем, вы можете с ними общаться, чтобы вот не было такого страха. А, ну, то есть, вот вы сейчас рассказываете, Александр, о том, чем конкретно занимались, да, то есть, приходилось зачастую подвозить, да, просто людей? Да, было и такое, конечно. А случаи, когда, ну, вот, действительно, человеку плохо, там, не дай бог, он уже сидит или лежит на мерзлой поверхности, и... Ну, у нас были такие случаи, были такие, да. Там бабушка вышла, не дошла до дома, устала, присела в сугроб. Ну, вот, у нас с ним поговорили, посадили в машину, напоили чаем горячим, всегда с тобой возили чай, вызвали скорую помощь, в общем-то, ждали, пока медики осмотрят, что бабушке ничего не угрожает, вот, для этого довезли ее до дома. А, ну, да. Иногда бывает, что требуется не только помощь, скорая помощь, но и полиции, то есть, случается и, там, последствия криминальных каких-то историй, то есть, кого-то там подняли, ну, например, да, человек, там, с явными признаками, да, и избиения, или что-то такое-то. Вот в эти морозы скольким людям вам удалось помочь? Ну, не знаю, считали ли вообще? 20, 27-то, да. То есть, я там точно не скажу, 20-22, где-то так, наверное. Люди потом благодарят каким-то образом, пытаются возместить ваши моральные временные затраты, материальные. Кто-то спасибо говорит, кто-то спрашивает, чем может помочь. Один вот мужчина написался к нам на новичковое занятие, сказал, что придет и тоже хочет помогать. Хотел бы, да, добровольцем вместе с вами поработать. Александра, могут ли, чем, как вообще, если, например, вот вы идете, я как обычный человек иду в морозы по улице, на что я могу вообще обратить внимание, чтобы понять, что человеку, который попался мне, например, навстречу, требуется какая-то помощь, чтобы не пройти, да, мимо? Ну, это, Вик, смотрите, это не только в морозы, это в любое время... Это вообще по жизни, что называется, да. Вот смотрите, вчера у нас, допустим, вот буквально вечером случилось подряд две ситуации. Позвонила сначала девушка Ольга, потом молодой человек Никита. В разных районах города они нашли незарентированных людей. Они позвонили на горячую линию, с ними связались, попросили вызвать сразу полицию, если человеку нужна как бы скорая помощь, ну, там тоже, как мы всем определить, вызвать скорую помощь. И стараемся найти волонтера, которые находятся в этом районе, там проживают или работают, или может быть, может, там гостя где-то, да, и чтобы он подошел и вместе с ними дождался там полицию, скорую, поговорить с этим человеком, помог, если им что-то нужно. И здесь важно понимать, что, ну, вот, здесь никакой особой, наверное, наблюдательности не надо, здесь просто человечность. Если вы видите, что происходит вокруг, если вы просто обращаете внимание на людей, то вы увидите человека, которому нужна помощь. Они по-другому идут, они по-другому смотрят, у них другое выражение лица, они другого возраста и так далее. То есть иногда у них там что-то странное в руках бывает, баулы, сумки, понимаем, что это не совсем то. Иногда они просто по взгляду видно, что он растерян, расфокусирован, не понимает, что происходит, куда идти. То есть здесь нет какого-то универсального совета. Но ведь ничего страшного, если вы подойдете и спросите, нужна ли вам помощь, я могу помочь. Ну, просто, да, там, вежливо извините, вот, да. Да, да. Приходилось ли вам сталкиваться вот с ситуациями, когда люди оказываются в какой-то сложной ситуации за городом, да, то есть на каких-то там, загородных трассах высадили из автобуса, сломался автомобиль, еще что-то? Ну, такое, что высадить из автобуса, наверное, не было. Люди бывают сами идут у нас, вы не поверите, люди почему-то очень любят ходить пешком по трассе. Переоценил свои силы человек. Это вот, собственно, недавно писали про мужчину, который отправился в Нижний Новгород. Пешком? Да, да, да. Вы тоже, собственно, да, поучаствовали в судьбе. Да, его определили в гостиницу, ребята накормили, напоили, но, к сожалению, с утра он не дождался, ушел. Мы написали, как бы сделали репорт, написали группу дальневойщиков в Нижний Новгород ребятам-волонтерам, то есть, чтобы кто его встретит, могли помочь, мы узнали, что вот человек на помощь. И чтобы, когда он доберется до Нижнего, чтобы там его могли принять тоже каким-то образом помочь. Александр, спасибо за то, что пообщались с нами, удачи вам, удачи в вашем нелегком, в вашей нелегкой деятельности. Я хочу напомнить все-таки еще раз телефон горячей линии Лиза Алерт 8 800 754 52. Всегда мы напоминаем этот номер, когда общаемся с представителями Лиза Алерт. Можно еще раз повторю? 8 800 754 52. Уходим на рекламу? Все верно. Пора. Продолжаем нашу передачу. Остается у нас еще 20-25 минут. И мы хотели бы сейчас еще поговорить о том, как неплохо бы нам всем вести себя, да, в холодное время года. Кстати, когда вот сейчас мы с Александром Яговкиной говорили, вспомнила ситуацию, которая была, ну, наверное, уже лет 15 назад. Возвращаясь вечером, тоже, по-моему, это было в конце декабря, домой я увидел мужчину такого невысокого, который полусидел, полулежал в сугробе, что называется. Явно от него исходил запах алкоголя. Я подошел, спросил, нужна ли ему помощь. Он попросил его довезти до дома. Я это сделал. Как он меня потом благодарил? Говорил, что людей таких больше нет отзывчивых. Такой ты молодец. Ну, действительно, быть внимательным нужно в таких ситуациях. Я тоже останавливаюсь всегда, даже если очевидно, что человек пьян. Вот просто вот если... Не боишься агрессии какого-то внезапного, внезапного происшествия? Ну, я аккуратненько подхожу. На дистанции, да. Я спрашиваю, нужна ли человеку помощь. Возможно, кому-то позвонить, вызвать скорую или что-то. И то есть люди обычно говорят, что все нормально, я сейчас посижу, пойду дальше. Ну, то есть, ну, это если летом, да. Вот. Зимой мне, к счастью, пока не приходилось сталкиваться. Не знаю, как бы я поступила. Если бы человек зимой в сугробе сидел и было видно, что он сам никуда уйти не может, а я, ну, там, взрослого мужчину вряд ли сама могу куда-то утащить. Ну, это хорошо, когда есть дом, есть куда, собственно, прийти и привезти, да, такого заплутавшего гражданина. Зачастую ведь дома нет. И вот как быть с этими людьми, давайте сейчас поговорим. Ольга Потапова с нами на связи, руководитель службы милосердия Вятского общества во имя святителя Николая при Спасском соборе. Ольга Александровна, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. С удовольствием мы узнали о вашей акции. Видимо, они проходят регулярно, да, это теплый дом. Буквально недавно вы собирали подопечных, угощали их новогодними блюдами, да. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается суть вашей работы, вашей работы вот сейчас, зимой, в новогодние праздники. Праздники, да, прошли. Праздники прошли достаточно, ну, спокойно, так скажем, в спокойном таком режиме, что нас очень порадовало, так как ночлежка у нас для бездомных, а праздники, сами понимаете, да, как бы, ну, такое определенное напряжение создает, но, слава богу, у нас все прошло хорошо, вот, единственное, что, как бы, да, у нас столовая, которую нам предоставляли благотворители, она тоже отдыхала, и поэтому мы вот с сестрами готовили все праздничные ужины сами, можно сказать, да. Давайте, давайте напомним, где находится это все, это при Спасском соборе непосредственно. Нет, это лесная 2Г, у нас там находится теплый дом, два вагончика, работаем в режиме ночлежки, то есть 6 часов у нас каждый день ужин, и ночлег с 7 вечера до 7 утра. Сколько сейчас, да, сколько сейчас, человек вашим вниманием не обделено? У нас на ужине примерно бывает до 25-28 человек каждый день, вот, на ночлег у нас 16 кроватей, как бы, да, у нас двухъярусная 8 кроватей вмещает 16 человек, но в морозы, да, оставалось намного больше, то есть как-то теснились, в общем, там потихонечку, но в районе где-то 20-ти то у нас ночевало. А в саму вот в новогоднюю ночь накрывали какой-то, я не знаю, стол, да, сколько людей пришло? там 24 человека, мы всех поздравили, вот, с подарками, как всегда, в общем-то, это самое, вот разрешили, посмотрели, конечно, телевизор, у нас там есть администратор, но достаточно все тихо, спокойно, они вот где-то в Новый год встретили в 12, и потом выключали, и, ну, на сон, вот. Да, встречать новый день, да. А это, ну, то есть, по большей части одни и те же люди, или все равно меняются посетители? Есть кто-то и постоянный, допустим, да, кто, ну, пока никак не может, ну, достаточно проблемно, все равно в нашем регионе решить прямо так вот проблемы с жильем, поэтому есть и постоянные, и есть и новенькие, то есть, по-всякому. Двери открыты всем, как бы, лишь бы не дебошили, или вели себя, как бы, ну, в рамках наших правил, вот, а так никому не отказываем, стараемся. Все-таки уточню, вот, все-таки пополнение за счет этих новеньких, кто они, что за ситуации включают, приключаются, что человек, вот, ну, некуда ему пойти, они приехали из другого региона, из другого города, или это наши местные, кировские, вот что-то так произошло? Есть, конечно, да, из наших районов, то есть, районов Кировской области, есть и местные, но, как и по статистике, в основном бездомные у нас чаще всего становится, это семейные проблемы, то есть, семейные конфликты, если это развод, допустим, мужчины, мужчина, допустим, уходит из дома, чаще всего там оставляет, ну, жене, детям как-то, да, а потом приобрести свое какое-то жилье, это очень проблематично, то есть, это же надо на какую-то определенную работу, это надо, там, ипотеку ему никто не даст, то есть, какой-то свой угол искать, это, ну, сложно, вот, это одна статья, допустим, те, кто пополняет бездомными, да, у нас, так, что-то у нас со связью, ну, да, чувствовалось, что с улиц, пока не допустим, да, срок отбывали, их лишает там жилья, родственники, вот, если таковые были, у кого-то жилье разрушено, очень, очень тоже частенько такая ситуация бывает, что вот свое жилье пришло в негодность, сил возможности восстановить, как-то отремонтировать нет, и вот, тоже пока скитается. В общем, ситуации разнообразные, и веселого ничего нет. Если говорить не только, да, о новогодних праздниках, о последних днях, вообще в целом, вот, за прошедший 2022 год, скольким людям удалось помочь, приютить, да, накормить? Вот прямо за год мы вот как раз готовим сейчас отчеты, статистику, да, с вами тоже интересно, как у нас было в том году, как в этом году, но вот пока у дешительного как бы нет, я не вижу тенденции к тому, чтобы у нас это уменьшалось, количество бездомных, да, морозы, как всегда, конечно, это все зашкалило, декабрь у нас, как всегда, самый густонаселенный, вот, по декабрю, могу сказать, у нас прибывало 63 человека, вот, в нашем модуле, и вот где-то 460 раз они воспользовались ночевкой, нашей. А чем, чем и как могут помочь кировчане, да, просто? Неравнодушные, да, принести какие-то теплые вещи, продукты, что принимаете? Да, теплые вещи принимаем всегда, практически круглогодично, потому что сезонно меняется, а бездомный человек, шкафа нет, да, где это все хранить, допустим, то есть, соответственно, по сезону приходится как-то искать одежку, так или иначе, в холода, прямо вот перед холодами совсем у нас не оказалось никакой обуви, то есть, кидали вот кричьем в своих соцсетях, что просим принести обувь, всегда актуальны, конечно, носки, варежки, перчатки теплые, ну, в общем, практически любая мужская одежда. Ну, мужская одежда, если я правильно понимаю, более востребована, чем женская. Да, 98% это все-таки мужчины. Предметы личной гигиены, несколько... Станки для бритья, да, очень пользуются спросом, мыло даже, просто кусковое, это где-то у нас хотя бы такой возможности нет, но где-то вот находят, то есть просят, все равно действительно хотят человеческий вид как бы и соблюдать, и обрести, и, в общем-то, не отказываемся, маленькие полотенышки, что-то, носовые платки, вот-вот, все прямо одноразовые платки, носовые, что-то вот такое все. Нескоропортящиеся продукты, видимо, тоже, да, можно помочь им? Тоже принимаем, то есть это мы больше это раздаем для, ну, как указано, такой помощи для людей, кто вот, допустим, к нам приходит, ну, мать имущие, так скажем, да, вот тоже есть у нас, и кто одинокий мужчина живет, допустим, да, еще пенсии еще нет, и как-то вот они существуют, приходят к нам на ужин, и вот часть продуктов мы можем им раздать, то есть знаем, что они, допустим, у них дом есть, ну, так или иначе, они как-то смогут приготовить хоть там плитка, или какой-то что-то такой газ, то есть хотя бы рожки сварить бездомным человеку, конечно, совсем бездомному, это, ну, бесполезно, тут надо в готовом виде конкретно уже, потому что, ну, рожки ему все равно, где ему сварить-то все это, вот, поэтому таким людям мы стараемся предложить хлеб, хотя бы, допустим, да, то есть один раз они у нас поужинали вечером, на следующий день, допустим, могут хотя бы с хлебом, там, допустим, у нас иногда возможности есть, нам и привозят, и мы принимаем, допустим, так же, в контейнеры, допустим, чтобы на следующее утро они взяли с собой и где-то могли перекусить. Помогают ли предприятия, да, или только частные лица? Чаще, конечно, частные лица. Предприятия, у нас, можно сказать, что нам очень большую помощь оказывает, конечно, компания Т-Плюс, которая практически ежегодно, вот уже третий год, подряд нам выделяет грант на оплату, вот, у нас, двух администраторов, да, и электричество в нашем теплом доме, потому что у нас обогревается конвекторами и траты на электроэнергию очень большие зимой. Приносить, привозить можно непосредственно на лесную... Да, непосредственно можно туда, администратор у нас там всегда находится он круглосуточно, то есть, да, в любое время можно подъехать, у нас там подъездные пути есть, так или иначе, в общем, да, примем. Лесная 2Г, еще раз напомню, это за Трифоновым монастырем. А, кстати, медпомощь как-то способствует вы, чтобы... Ну вот, холода все-таки, да, мы понимаем, что высокий риск обморожений сейчас. Возможно, среди волонтеров есть медики, да, кто показывает... Да, если человек пришел, и у него явно... и своих привлекаем, и если, конечно, необходимо, всегда вызываем скорую, если видим, что, ну, как бы, не можем никак соинтересовать, как бы, да, что человеку необходима прямо помощь. Но пока, слава богу, вроде, не сталкивались с моментами обморожений прямо вот на улице, и к нам никого не привозили, вроде, и тех, кого мы заранее, просто уже с октября месяца, где-то с ноября, мы уже, когда наступили холода, мы пытаемся всех уже, ну, как бы сказать, обеспечить хотя бы там носками теплой, одеждой, теплой обувью, так или иначе. Вот, и перед Новым годом тоже, как бы, и запас определенно всегда держим. То есть, если видим, что человек плохо совсем одет, мы есть, что предложить ему, чтобы обморожение не случилось. То есть, получаете, помогаете всеми возможными способами, да. Ну, вот сейчас, да, сейчас температура воздуха у нас не очень низкая. Ожидаете, что меньше будет у вас подопечных, или все-таки, вот есть все-таки этот костяк, который постоянно пользуется вашей добротой? Есть, да, есть и костяк, но, вот, допустим, пережил холода, да, возможно, сейчас уже будет чуть поменьше, но это буквально поменьше, это, знаете, человек на 5-6. Так скажем. Вот, допустим, если там холода у нас было, по 25 человек на ужин приходило, допустим, да, вчера уже где-то было человек 20. То есть, каким-то вот так вот образом. То есть, пережили, это самое, как скажем, да, отхлынули холода, да, вроде, выдержали, ну, пошли где-то дальше по своим делам. Тем более праздники тоже многих иногда и мужчин у нас, так скажем, из дома выгоняют за это дело, да, что не совсем там. Вот, бывают такие случаи. Увы, ситуации, да, очень много, они разнообразные. Да, спасибо. Спасибо большое, Ольга Потапова, руководитель службы и милосердия авиатского общества во имя связителя Николая при Спасском соборе. Теплый дом, именно о нем сейчас речь шла. Улица Лесная 2Г за Трифоновым монастырем. Да, все желающие могут привезти туда вещи. Много раз, да, уже мы упоминали о том, что мужские вещи чаще требуются в абсолютном большинстве, да, поэтому, если у вас есть какая-то обувь, особенно обувь, теплые носки, пожалуйста, приводите. Кстати, вот сейчас вспоминал, когда я последний раз видел на улицах города, ну, вот явно таких бездомных людей, что-то не припомню. в нулевые, по-моему, лет 10-15 назад их активно можно было наблюдать. Да, вот сейчас мне когда-то тоже редко попадаются. И когда читаешь там ситуацию по другим городам, тоже местные жители говорят о том, что, слушайте, проблемы бездомных, вот они куда-то, куда-то исчезли. Ну, мы же понимаем, что они все равно есть, и каким-то образом надо помогать. Ну, вот видишь, да, Ольга сказала, что из года в год количество, к сожалению, не уменьшается, но, возможно, вот в регионах появляются, да, волонтеры, кто помогает активно, и, соответственно, людям есть куда прийти там ночью переночевать, где-то взять какие-то вещи, может быть, знаешь, человек одет так, что ты не распознаешь в нем, да, бездомного, ну, просто вот, ну, там, бедно одетый человек, да, то есть, всякое бывает. Мы продолжим, да, видимо, сейчас тему благотворительности, у нас еще 10 небольших минут есть, и хотелось бы нам осветить такой проект, как «Пластик в обмен на жизнь». Кировчан приглашают начать Новый год с благотворительной акции. Речь о чем? Речь о том, что в эту субботу, да, 14 января в Кирове, это имеется в виду ТЦ Максина Луганской, да, пройдет благотворительная экологическая акция «Пластик в обмен на жизнь». Проводит ее благотворительный фонд «География добра» и с представительницей этого фонда Юлией Михайловой мы сейчас будем общаться тоже по телефону. Суть в чем? Суть в том, чтобы принести в ТОР сырье, сдать его на дальнейшую переработку, и затем все собранные с переработки отходов средства направятся на лечение детей, подопечных фонда. Ну вот сейчас все подробности мы узнаем непосредственно. Когда именно все это будет происходить, как это все происходит, нам расскажет Юлия Михайлова, координатор экопроекта «Добрый пластик» благотворительного фонда «География добра». Юлия, добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У нас есть достаточно немало времени на общение, можем поподробнее обо всем рассказать, примерно 10 минут. Итак, давайте сосредоточимся в первую очередь на акции, которая будет проходить уже послезавтра, в субботу. Пожалуйста, Юля. Да, все верно. В эту субботу, 14 января, с 13 до 15 часов, в городе Киров будет акция, которая называется «Пластик подмен на жизнь» в рамках проекта «Добрый пластик». По адресу улица Луганская, 53, корпус 1, внутри строительного гипермаркета, внутри, рядом с левым входом. Ой, простите, это все-таки Леруа, да, а не Макси? Да, но немножко с точки зрения политики этого гипермаркета я не имею права озвучивать. Ну ничего, я сказал бы, да, все, все теперь понятно, ну чего уж, да. Да, да, да. Мы будем принимать да, принимать чистое вторсырье, оно у нас идет на благотворительность, мы будем принимать пластик, маркировки 1 и 2, это пластиковые бутылки из-под напитков 105 литров, различные пластиковые ящики, флаконы, после шампуня, гелий, бытовой химии, пакеты, пленки, стекло, и, как всегда, обязательно макулатура и картон, которые скапливаются у каждого дома. И все мы делаем это не просто так, действительно, волонтеры, наши партнеры, гипермаркет, фунт према, спорсырья, мы все вместе объединяемся, и наш фонд география добра, чтобы собрать средства девочке замечательной, Марине, чтобы она поехала в реабилитационный центр пройти курс лечения. Давайте поподробнее про девочку, пожалуйста, ее зовут Марина, Марина Торопова. Как вы на нее вышли, да? Да. Какая помощь именно ей нужна? Хорошо, да, это прекрасная девчушечка, улыбчивая Марина, Торопова, как мы с вами сказали, она кировчанка, то есть она ваша землячка, ей 13 лет, научится в 7 классе, у нее диагноз ДЦП. А на самом деле мы в фонд, как уже работаем здесь и собираем вторсырье, и переводим средства учения детей именно города Кирова детей с 2021 года. И вот мама, да, Марина, Татьяна, да, мама Татьяна, она читала новости и как раз увидела, что у нас есть такие акции по сбору вторсырья в поддержку ребят Димы и Кости Юферовых. Вот, она почитала, узнала о фонде и обратилась. Кстати, братьям и фирмам все хорошо, они тоже прошли класс регламентации и передает огромный привет всем своим жителям и благотворителям, которые поддержали и помогли им. Вот так мама узнала о нас, они обратились в фонд, мы узнали об их истории, очень вдохновились теми, как сказать, достижениями и победами, которые Марина в своей жизни уже достигла, и мы решили тоже организовать сбор также в рамках проекта Добрый пластик. Это впервые будет? Это сбор вот именно для Марины или уже впервые? Да, в этом году мы год стартуем именно сбором для Марины. Юля, расскажите еще, как вообще технически все устроено, то есть люди приносят сырье вам, еще, кстати, предварительно нужно как-то его обрабатывать, то есть снимать этикетки, сортировать, что-то еще делать. Ну, как это обычно, да, приемщики в Турсырье рекомендуем делать. Да, хорошо, я тогда немножко как бы про сам проект, который называется Добрый пластик. Суть это в том, что взрослые дети собирают в Турсырье, собирают они дома, оно чисто, без остатков еды, высушено, то есть передают к нам фонд, мы направляем на переработку, и вырученные средства в полном объеме идут на лечение ребенка. То есть у нас объединяемся, вот мой фонд, да, гипермаркет строительно объединяется, то есть его сотрудники, приходят волонтеры из волонтерской организации, мы подключаем пункты приема в Турсырье или переработки, то есть в определенный день мы все вместе договариваемся, что у нас идет акция по приему в Турсырье, и действительно от людей очень важно не просто примести домашний мусор, а из того, что у них дома есть, посмотреть и понять, что это может, то есть пластиковая бутылка, она через некоторое время может тоже стать пластиковая бутылка или какой-то другим полезным пластиковым предметом, который будет использоваться в быту. Поэтому для нас в первую очередь, чтобы не было остатков еды. Почему? Потому что появляется плесень, и действительно от плесени избавиться невозможно. Я думаю, каждая домохозяйка об этом знает. Да не только домохозяйки, домохозяев, мужчины тоже знают. Хозяева дома знают, что плесень, от нее действительно очень сложно избавиться, поэтому мы принимаем чисто в Турсырье. Для нас самое главное, чтобы люди отчислили от остатков пищи, помыли, высушили. Если это пластиковые бутылки, возможность их смять, потому что они действительно легкие и занимают большой объем, но смятые, действительно легче принести, сдать. Бумага, картон, не было, чтобы скотч, не было металлических скрепов, каких-то пластиковых включений. Стекло, конечно, тоже так же сухое и вымытое. Ну и пакетами, с пленками то же самое, чтобы не было остатков еды и какой-то жидкости. Юлия, смотрите, вот люди, которые принимают участие в этих акциях, это по большей части кто? То есть это какие-то экоактивисты, которые просто используют это как возможность отнести куда-то, пластик, стекло. Не то, что экоактивисты, а люди, занимающиеся раздельным сбором, которые не выкидывают, а вот копят. То есть в частном порядке. Да, это осознанное потребление. Люди, которые приходят в магазин и задумываются, действительно, в какой упаковке купить продукты, принести домой, пойдет это в мусорку или действительно это поможет сохранить природные, изначально природные ресурсы, это может сдать переработку. То есть на самом деле это осознанное мышление и это о том, когда мы заботимся, действительно, о том, выключить ли свет, когда мы уходим из дома, выключить ли воду, когда мы почистили зубы, ушли. То есть вот действительно люди начинают относиться к окружающей среде заботы, задумываются о своих привычках дома. И, в конце концов, без этого никак. Они начинают задумываться, что они едят и какую еду они покупают, в какой упаковке. У нас действительно очень много отзывов. Многие говорят, у меня нету ничего. Когда начинают копить, они очень удивляются, что очень много упаковки не перерабатывали, и она действительно в помойках, и они рано или поздно это видят, когда они выводят бытовой мусор. И многие задумываются об этом, собирают чисто вторсырье и приносят. На самом деле, да, это просто осознанное отношение людей к своему быту, к своему здоровью в окружающей природе, где они сейчас живут, родом окрая. Кстати, сколько вам удалось собрать вторсырья за время проведения акций в Кирове именно? За два года у нас прошло 14 акций, и мы собрали более 2,5 тонн именно чистого вторсырья. И у нас было три заявки до этого. Артем Кудяшев, Саша Русских, и вот братья Юхеровы, Дмитрий Константин. Мы смогли им помочь, у них были реабилитации. Мы смогли оплатить, и они прошли. А то есть вы, получается, вот этими акциями сбор ребятам полностью закрывали, да? Да, особенность, знаете, на самом деле, вот как и мама сказала, что если бы не было в СМИ, в социальных сетях этой информации по доброму пластику, то, наверное, бы она тоже к нам не обратилась и не узнала, что есть такой вот способ, да, мусор превратить, без единой копейки, да, иметь дома просто бытовые отходы, подумать, помыть, собрать, сдать и помочь собрать средства. Действительно, это работает, особенно, когда объединяются люди заинтересованные, неравнодушные. Мы приходим на акцию действительно в свое свободное время, и машина у нас бесплатная, водитель приезжает в свободное время. Мы это все собираем, и получается, что, да, мы собираем вторсырье, и оно реально идет на переработку, и мы реально получаем средства на лечение детей. Что касается планов, следующие акции по сбору, они уже стоят у вас в распорядке? Да. Можем... Да, абсолютно верно. У нас, на самом деле, строительным гипермаркетом договорено, что каждую первую субботу месяца с 13 до 15 часов. Так, давайте выясним еще раз, каждую первую субботу месяца. Субботу, да. Именно там, в том месте, именно там, в том месте, о котором мы сейчас говорим. Да, мы раньше провели на улице, все-таки бывает дождь, ветер и снег, для того, чтобы людям было удобно. А многие приходят и с удовольствием сами сортируют, потому что у нас организована специальная площадка, стоят биг-беги, и люди даже с удовольствием сами сортируют то вторсырё, которое они с собой приносят, просят консультацию, мы дополнительно рассказываем, что понимается, что полезно в дальнейшем, насколько это практично, экологично. Юля, есть ли какой-то сайт, социальные сети, где люди могут почитать о ваших подопечных, об акциях, и о работе в фондах, и об акциях, и о том, собственно, кому требуется помощь, о конкретных ребятах, где можно из ссылки, возможно, найти и конкретные координаты, как можно помочь. Расскажите, пожалуйста. Да, с удовольствием. Прежде всего, то, что мы сегодня помогаем Арише, то есть ее заявку мы можем с вами найти также на сайте нашего фонда, так и называется география добра.рф. У нас есть вкладка «Нужна помощь», и там на первой страничке можно найти Марину и, конечно, других ребят из других регионов. Мы работаем со всеми регионами Российской Федерации, у нас ребята есть из других городов, даже таких удаленных, которые порой мы сами и не знаем, но благодаря действительно общей помощи нашей работе географии можно этим ребятам и помогаем. Поэтому сайт география добра.рф, вкладка «Нужна помощь», также на главной странице вверху у нас есть телефон горячей линии, всегда можно позвонить, уточнить, если вам нужна помощь или вы хотите помочь, есть какие-то вопросы по конкретному ребенку, ведь бывает такое, что вы живете в Кирове, а родной ваш город, допустим, законить, даже может быть, да, и Луганске, либо Москва, либо Санкт-Петербург, и вы можете помочь ребенку не только из Кирова, но и из того родного края, с которого вы приехали, где у вас живут бабушки и дедушки. Юлия, спасибо большое за подробную информацию. Юлия Михайлова, координатор экопроекта «Добрый пластик» благотворительного фонда «География добра». Удачи вам в вашем проекте и удачи вашим подопечным. Еще раз напомню, «География добра.ру» тот сайт, где вы можете получить всю-всю подробную информацию о работе организации. На этом завершаем сегодняшнюю передачу. Владимир Сметанин, Дарья Топузлиева, «Дневной разворот». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова